В 2015 году, когда Ренат Руслата пришел в бельце к власти, он выиграл больше 70% за него проголосовало население. Но что произошло далее? Далее произошло то, что он сделал аудит проверки на всех муниципальных предприятиях и выявил миллионные хищения. Это такие, как на объединении рынков воровалось 9 миллионов лей в год, на Апоканале 300 миллионов лей в год, 3 миллиона на проектное строительство и ЖКК около 5 миллионов лей. Естественно, это не понравилось правящему власти в лице партии, у него возбудило 17 уголовных дел, чтобы вы понимали, что ни одно уголовное дело не имеет под собой никакой юридической почвы. Это все сделано для того, чтобы он уехал из страны. На 8 марте он начал делать для Гречка дорогу. На Стрыцке сделал внутри квартал, набережную построили, ну вот, ремонтировали, сделали бородухов, сделали калины, сделали миры. Это что касается дорожного покрытия. Сейчас делаем чудесно, что в мае 2015 года мы купили 20 миллионов. Мы просим у мельчан, вот этот год, который остался нам, чтобы вы проголосовали за нас, потому что мы должны закончить те добрые дела, которые начали на Тусаке. Да, может, я некрасиво говорю, но я делаю. И тот конкурент, который красиво говорит и льет вам в уши, всю ту лапшу, которую он вешал до 2015 года, вам люди, находясь на власти, вы знаете, что уже хватит, надоело. Наслушайте, неправда это все. Не верьте. И мы, люди, уже должны разбираться в этом. Хватит нам врать, понимаете? Они хотят сегодня вернуть ту власть, которую воровала до 2015 года. Я думаю, что мы скажем дружно, нет. 20-го всех жду вас на избирательных участках. Я думаю, что вы правильно сделаете свой выбор. Вам огромное спасибо. И помните всегда, что вы бельчане. И голосуйте сердцем. Молодцы! Молодцы! Молодцы!